Срочно надо все это отменять. Мне кажется, ФНС пятая колонна работает, которая просто запутывает нашу экономику. Режим АОСН добавили буквально с первого января этого года. Да, по НДФЛ тоже понятно. Да, в Китае, сейчас я вам покажу. А вот теперь я вам показываю ситуацию в Великпроме. Смотрите, Российская Федерация, мы работаем НДС 20%, НДФЛ 20%. В Китае на российский рынок работают НДС 0, НДФЛ 0. Потому что до 5 тысяч юаней, это сегодня 100 тысяч рублей зарплата. В Китае нулевой НДФЛ у сотрудников. То есть мы работаем с фабрикой, мы знаем, сколько они платят. Что происходит? Китайское производство заезжает на российский сектор торговли. Видите, я там показываю таможенный сервис схемы, коррупционные схемы в центре квадратик. Миллионы предприятий российской торговли, сидящие на нулевом НДС, на льготных режимах, с налоговым бременем 1%. Все, Китай прекрасно работает с нами. И мы уничтожили российскую легкую промышленность. Потому что зарабатывают кто? Китайцы. Зарабатывают российские коррупционеры, силовые органы, сотрудники ФНС, которые долгие годы зарабатывали сотни миллиардов на однодневках. После того, как эта кормушка у них прикрылась, что они стали делать? Ну, им деваться некуда. Малый бизнес проверять нельзя. Я, вот этот вот безинтересный, они, естественно, приходят таким, как я, как вот Андрей, каждому по 2-3 миллиарда шафов выкатили. И они цинично, ну, знаете, на уровне, я уже не знаю, там, вплоть до нацизма, уничтожают российский бизнес. А всего такие компании, как вот моя, как Андрея, там, на рынке России, там, ну, буквально несколько тысяч во всех секторах. И наши налоговики, повторюсь, со всеми силовиками, следственным комитетом, ну, повторяю, я это называю бизнес-нацизмом. Что они творят? Там, вот я недавно акт получил налоговый, где они просто миллиард нарисовали. Вот просто придумали. Да, и ничего, и говорят тебе, сколько занесешь? Ни копейки не занесу. Вот буду судить с вами до последнего, может, кого-то из вас посадят. Дай бог это будет моим достижением. Так вот, представляете, вот в этом хаосе, самое главное, что вот в этом секторе российская торговля сотни тысяч компаний, которыми реально руководят наши друзья из Средней Азии, из Закавказья, ну, коррупционеры, да, которые получают товар там через Казахстан, а в Казахстане, знаете, НДС 10%, там, там, таможил по минимальному инвойсу. И НДС подарил Казахстану, и таможенную почту нам подарил. Через Белоруссию с нулевым НДСом завез, да, там, таможенную почту Белоруссию подарил. И они все прекрасно зарабатывают. А российскому предпринимателю, что производителю, что белому в ритейле, реально податься некуда. Все, нас задушили.